ну что привет интернет я такую подводку придумал вот я давно сижу в фейсбуке и у меня каждый уже человек который я давно читаю он ассоциируется уже с какими-то там образами вот и в случае с полиной шиманской это на такая какая-то яркая такая там картиночка на ней такое солнышко светит иногда проходят тучки такая молния грохотит но это такое вот светлая какое-то такое уютное да вот такой вот ну вот вот такая у меня ассоциация с нами сегодня полина шиманская вы полина первый вопрос вы вообще журналист да то есть ну да да давно конечно давно я мне как-то я им родилась серьезно а как вам все вы в профессию пришли то есть это наверно не самые там актуальные вопросы это примерно как про творческие планы но тем не менее интересно что у всех но я к наверно такой классический пример да как только научилась писать и читать я хотела поняла что я хочу быть писателем мама сказал что писателем очень сложно быть в основном пишут мужчины хорошо но есть такая профессия журналистика вот ты будь журналистом и все и я к этому шла идеи люди которые меня знают из первого класса не даже никогда нет ни но они даже не удивляются там что вы писали в пионерской правде к примеру ну я отправляла давние прислали оттуда письма там до 1 там и стать первая вообще сломаемая статья вышла в газете горизонт где был и тогда редактором вадим барейка но ее подписали я отправила по почте в письме но ее подписали не п шиманская г шиманская тогда так ставили и не могла никому доказать что это явно там же г они п вот такая она будет статья да и когда я уже поступала в козбу на журфак тогда требовалось несколько статей то я меня уже было там десяток сейчас вот все большие журналисты коим безусловно вы относитесь но по моим ощущениям это им хо я не знаю там но даже по тому пулу людей которые у вас есть в фейсбуке это доказательство потому что мы немного знаем классических журналистов да вот которые с детства мечтали с образованием да которые нормально себя в онлайн до реализовали то есть можно их там ну собственно назвать там наверно там десяток от силы не так много так вот вопрос вы условно себя к какому журналистскому жанру относитесь ну мы знаем есть интриги скандалы расследования есть там желтые прости господи журналисты есть серьезные аналитики есть там пишущие для милых дам в глянцах 90-х да я проходила такой уникальный курс у дэвида рэндалла он автор книги универсальный журналист вот он обозначил вот это понятие тогда был редактором observer а ну такой ну для нас это в 90-е годы это был уникальный случай да и то что он дал нам за 10 дней очень много курсов ну вот ну например с наташей пасечник его проходили с мишей дорофеевым этот курс и вот я считаю что очень многим нам не дал не дали пять лет казгу уже на пока то что мне дал за 10 дней и вот он тогда обозначил вот это вот понять универсальный журналист я себя отношу вот к этому типу и наверное поэтому мне в отличие от других там журналистов более там именитых нежели я у меня получилось уйти в интернет да и вот стать я сейчас уже так непонятно журналист-то блогер или блогеры журналист часа бы там говорим да ну выяснили ноги журналисты вот на не решается я думала почему то есть когда я еще не была в интернете да и читала там автора да и ну что же ты так вот как же вот я даже стеснялась за стране за странные люди стеснялась комментарий поставить потому хотя уже и тогда к тому моменту было там известным журналистом лет 14 на телевидении отработал но я даже вот не решалась потому что это такой комплекс на ты вроде бы работаешь да ты там на телеке ты в газете там типа все читать но ты же не видишь обратный ряд а здесь тебе там любой может написать и сказать хорошо либо ты надо да и вот очень многие журналисты не решаются прийти в интернет как бы и на мой себе да поэтому особенно когда ты вообще там такой вот мэтр да и тут вдруг тебе какой-то там непонятный мальчик напишет да убейся об стен ты должен как-то до отвечать я думаю и мне это было тоже очень сложно я помню свой первый пост я в фейсбуке там где-то 2010 года но ничего не писала только читала даже лайков не ставила фотографии не решалась выкладывать и первый мой наверное такой пост откровенный был о том когда я ушла с новостей да проработав там 17 16 лет я написала почему я это сделала я помню что я написал закрыл компьютер и ушла и полдня ходила не стали читать боялась да потом я так потихонечку приоткрывала и видела до комментарии кто-то там удивлялся что ли кто-то поддерживал да и вот это вот наверное был первый такой переломный момент когда ты потому что в интернете то популярные люди до которые решаются откровенно и себе описать да никому не интересно читать мои детки пошли там школу добрым утром страна но никто этого не читает 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 какие-то твои впечатления твои ошибки да те же известные блогеры там тоже жанна или чем она очень часто там обнажается и говорит да я вот тут ваша новость но мне кажется нужно через это то что но сейчас с появлением фейсбука когда фейсбук вот он зашел прям вы безусловно являетесь одним из читаемых авторов казахстанского сегмента фейсбук это это не надо доказывать мне вот два вопроса первый вопрос то есть появились новые авторы пишущие достаточно большие тексты то есть но вот с приходом фейсбука то есть появились какие-то новые мы их узнали ну допустим там из-за айдан карибжанов да то есть он может написать внятный хороший там осмысленный текст который там людям заходит да так или иначе но мы недавно просто вот работая над гонзо мы постоянно ищем авторов которые могут там написать тысячу знаков да с какой-то там внятной мысль с началом с концовкой драматургии да то есть и к сожалению мы понимаем что их реально немного то есть вот сейчас селебритис у нас стало там мама не горюй да то есть существенно дополнился но авторов вот серьезно пишущих их нет вот по вашему мнению почему такая вот вообще тенденция ну вы согласны я согласна да я тоже когда мне когда спрашивают кого вы читаете я понимаю что никого нет я читаю но мне нравится да там есть у нас до несколько таких мужчин блогера да в том числе и там слава неруш которые они не пишут длинных текстов но вот там вы позволять там кир лавров еще ногаев да вы позволяете себе мне очень нравится как вы не нормативную лексику оборачиваете в литературный текст это не каждому дано и вообще мне очень нравится такие авторы брутал и да который коротко ясно излагать но наверное может быть сейчас нету и так много добрых слов сказали во первых что вы меня читаете уже там бог знает откуда вот видите вот смотрите меня шиманская читает вот так вот нет на самом деле я сегодня не шла и боялась вот я здесь нахожусь в этой берлоге до брутальные этот вот логово такой мужской ну для меня до ассоциировалась по чесноку вот что это такая мужская там посиделках где там и когда вот там раньше там курилка это господи что это вообще что это откуда эти какие-то вообще не интересно как вот по таких людях говорят на нем же пахать надо как вы оказались на нашем вот в телевидении пусть не в таком потому что это нонсенс я не знаю как это культурно сказать я не знаю то есть я вообще одну самая простая я как вот у всех же случается да там кризис среднего возраста я ответил на этот вопрос нормально это да и где-то вот 6 лет назад в 34 года и у меня он случился да и я коренным образом поменял свою жизнь вообще очень сильно поменял и у меня откуда ну я много чем занимался то есть я занимался очень серьезно большой рекламой на вот метро который развлекательный центр я тут был арт-директором там многими всякими движениями заведовал я три года отработал family парке заместителем директора у тебя военная техника которая там стоит я и ручками привез то есть ну много чего я работал продюсером радио сити в свое время вот когда вся команда инесса ушла помните вот кости иванов покойный царство небесное вот это собственно я веселился там я очень много ивентов делал нашествие вот да то есть я вот там постоянно многие выдают себя за авторов нашествие я прикольно молчу потому что но я точно знаю авторы нашествия понимаете потому что я там подыхал в этой степи два месяца да там перед этим фестивалем достойного то не знаю фестиваль моей жизни ну ну вот вот я его сделал понимать полина это важно это важно вот то есть и но потом я вот так же как и вы да вот у вас свой там таракан какой-то да там связи вот с вашими фобиями там на тему выйти там в этот в интернет а мне тоже все время хотелось писать я хотел тоже на журфак в детстве вот в школе да но у меня папа он всю жизнь в органах внутренних дел он настоящий такой важняк опер там легенда уголовного розыска казахстана то есть он меня загнал натурально да там в академии внутренних дел тоже я закончил правильно сделал ничего на журфаке делать нет я согласен я теперь спустя годы я тоже понимаю что он правильно сделал но я тоже вообще хотел вирши какие-то писать понимаете у меня в школе были даже публикации в газете аргументы и факты я вот себя пробовал ну вот в нашем аифе да то есть я тоже бегал с этими какими-то статьями по редакциям понимаете ну а я ездил в питер учиться на режиссера но я офигел там вообще то есть от этого всего я понял что вот где я где режиссура это тоже непонятно да то есть и я прийти я иду вот этими заколуками да и вот правильно вы говорите меня каким-то образом вынесло я и сам не очень понимаю как но она мне нравится с людьми разговаривать то есть и я хочу их показывать ну но я не делаю вот интервью как интервью да там то есть я в них тоже очень много сам говорю потому что но это мультиблог то есть я имею право как блогер там высказываться человек должен на многие кстати ругают за это да уберите виду сего почему не заткнется но не заткнется потому что это не классическое интервью а вот в чистом виде то есть я не пришла мысль чтобы они ее не высказать потому что мне удивительно что там года вот это по чесноку она так популярна несмотря на то что вы воде идете вообще против всех нынешних канонов до которые не они тоже не нравится нет у вас не гламурности до которые вот сейчас у нас на телевидении в таком огромном количестве присутствует вы не выговариваете половину блоков то есть я представляю о чем что там говорят наши ведущие тем не менее ну я могу смотрит хочу делать то есть я не знаю то есть ну вот я испытываю я могу больше сказать я был на телеканалах на то есть свое время но у меня не естественно ни на один телеканал не взяли что абсолютно очевидно да то есть как ну это будет от какой-то я сам себе это я же это понимаю вы понятие думаете я не понимаю то есть вот абсурдность его происходящего но я имею я вот сделал перерыв в чесноках полгода да потому что ну вот на снимавший там 160 там с копейками программ да я уже понял что я это уже делаю на каком-то автоматизме то есть если раньше я шел туда искать какую-то правду какую-то идею какие-то каноны какое-то творчество да то сейчас я вот в прошлом декабре я реально я я перестал понимать вообще зачем это делаю да их смотрю да там лайкают а там все здорово да но зачем я это делал вот полгода я пытался понять зачем я это делаю тишина была да то есть я так и не понял зачем я это делаю но я понял что делать я это по-прежнему хочу вот отлежалась за вот полгода и вот я начал сейчас осенью по новой опять запустился потому что а мне интересно узнавать людей да то есть я вот чесноками я хочу вот в этом успех какой-то сельмяжной правды какой-то хочу найти среди людей да то есть мне ну я не знаю я так вижу этот мир он странный очень то есть я я ничего в нем толком не могу понять да то есть вот так если глобально рассмотреть да его с одной стороны все взрослые дядь там тетеньки то все вроде как понятно да но с другой стороны ничего не понятно да и вот я хочу у людей как у носителей то есть на этих интервью возможно возникает какая-то невозможна возникает мы выходим в куда-то там подключаемся там к чему-то я не знаю да там какой-то транс впадаем и может быть там какие-то вот откровения я у людей слышу и они бывают то есть если посмотреть чесноки то есть действительно это правда то есть поэтому вот ну мне интересно и а чесноки они же все записаны как прямые эфиры вот вы как телевизорчик вы вообще понимаете мы же ничего не режем вот ничего не режем ни разу в жизни на ни с одной программы ничего не вырезали но если вы сейчас там что-нибудь ляпните да то есть и скажете потом в конце программы слова ну давай вот это уберем но я не враг я их уберу да то есть но это было там я не знаю два раза представьте это прямые эфиры в записи никто мне не даст прямой эфир вести что за бред да то есть я еще раз говорю я и сам это понимаю насколько комично буду выглядеть на нашем телевидении это ну и богу странно да то есть сегодня мы одну правду выяснили оказывается не нужно идти по каким-то устоявшимся правилам чтобы стать известным не нужно заканчивать жуфак да не нужно говорить все как говорили вот ты не сделал вполне достаточно не нужно там отращивать себе бородку ходить там костюмчики да и ты все равно будешь вот я также почитала правила как стать известным ваших блогера я в ни одной из них не выполняла я не дружила там с настивки на на меня и растуна и так приглашал я там не знаю не дружила с представительными журналистами с этих информагентств они так меня сейчас цитируют да и тоже шла против а какая у вас правда вот вы мне скажите мне кажется вообще сегодня это миф мнение какая миф чё движет шаманская как это миф то есть вот вы встаете у вас есть однозначно в вашем случае у вас есть твердый ваш внутренний человеческий стержень понимаете это не надо говорить что это интимный вопрос чушь все это это как-то происходит спонтанно но вот я говорю когда ты чувствуешь себя журналистом я вчера пошла в кино да на пресс-показ мультик все все посмотрели а мне надо посмотреть еще куда-то по сторонам и я увидела что люди встали стали их дети и осталась куча мусора и попкорна да ну я не могу мимо это я взяла ты сфотографировала взяла написала об этом вот наверное надо и шаманскую на предпоказ журналист он наверно смотрит вот не только вот так вот так он вот так вот так и ищет то что другие люди не видят ну а вот к вам вопросом вы я думаю сможете дать на него внятный ответ а почему вот смотрите разруха ведь по преображенскому в мозгах согласны вот а почему у нас вот нас за вот я палату вот эту которая фейсбук называется и мониторе уже четвертый пятый год вот заботит все чего угодно на кроме вот этой разрухи в мозгах вот например например коррупция в нашем частном большом корпоративном бизнесе она точно такая же как и в государстве как не хуже я эти мы же это знаем это знаем а почему тогда об этом мы не пишем все у нас эти бедные чиновники виноваты но то с другой стороны чиновники не воспитываются в шаролинском монастыре они живут вот они с нами выросли также как милиционеры там кто там еще у нас там враги да там акимы они с нами в одной песочнице сидели в тех же мокрых трусах ходили в ту же самую школу пили с нами водку в том же самом институте да но я не знаю проблема взаимоотношений мужчин и женщин да а мне недавно вот я немножко погрузился да сколько у нас ну женщин да и мужчин вот одинокий сингл и хотят найти соединиться то есть но кроме дебильных сайтов знакомств им же никто ничего не предлагает да вот это ж такие большие да там вселенские проблемы счастья у людей нет вы представляете и да там же фейсбуке смотришь так вот почему они уже столько лет что не пишут об этом чего вы мусор этот фотографируете все время слушайте а вы все поняли уже что там мусор что на дорогах у нас там жопа полная ну смысл вы сейчас потому что фейсбук это такая вот маска вот я смотрю да на многих людей которых я знаю лично ну что далеко ходить вот я я фейсбуке оказывается да такая солнечная хотя хотя в жизни но я так вижу я тебя в жизни да у меня у меня нет у меня нету наград да у меня есть у меня есть у меня есть награда стерва ктк у меня есть награда мачеха 31 канала операторы всегда ну и не за можно всегда между собой говорят с этой сукой лучше не ездить вот смысл на чесноком у нас сука можно говорить она звуки я заказ солнечную то же самое знаю очень много там людей которые пишут доброе утро я вас так всех люблю а потом тебе пишут за а почему ты там и там очень много человеке желчи и зависти вот видимо и поэтому происходит то что мы выдаем себя наверное не за тех кто есть но это также вот я могу аналогию вам привести да вот со своими программами час камеры он любого определит какой бы ты там замечательный спикер не был то есть в общем то даже плевать о чем мы будем разговаривать через час люди вынесут суждение внутри себя да то есть вообще а ты кто то есть и это так же интересно то есть я вот не хочу там выявлять понятие какого там скандалы да вот позднеровская школа когда он на 15 минуте вот вы мне до передачи задавали вопрос слава какого фига ты не готовься к программу же ненормально да а вот ничего же интересная пока программа вот я к ней не готовился келинусь то есть но я не хочу выкопать таракана вот этого шиманская и на 15 минуте ей вдаль там со всех этой силы ты почему помните полида готовлю вы вы были там я не знаю сукой на ктк вы как это можете прокомментировать ну блин мне не интересная такая есть у меня меня ни один канал сейчас не берет да что такое не она мне сидит доказывает вот это светлая солнечная женщина она мне сидит доказывает что она сука да потому что я знаю что они сейчас будут смотреть и скажут что тут у себя строишь мы знаем прекрасно что да у меня был слушайте ну то что вы гоняли операторов вот у меня мы когда делали проект гонза да у меня мы в одну неделю где-то полгода подряд мы выпускали 70 видеосюжетов вон они висятся на гонзо легко проверить 70 в месяц это без денег без ничего три оператора у них колеса спускала вообще они просто да то есть я кем считали они меня они меня считали ну наверно не сукой а просто там я не знаю фашистом наверно спросить мне это него тихо убежали один с техникой кстати рванул то есть но отомстил вот ну дело не в этом мы же это тоже делали но ты когда работаешь извините там летят щепки да то есть многие называют сукой человека лишь по той простой причине что он порядка хочет какого-то элементарного надо делать если ты что-то делаешь да вот как греки говорят надо делать со страстью ну иначе не надо делать и наверное я слишком требовательно меня сейчас так называют операторы нтк где делаю большие программы но потому что но когда они видят результат они наверное мне не говорят но в душе то они понимают что я была права и что нужно было там работать вот смотрите а недавно была конференция интересная достаточно витя или все дело видео привет в этом то что там были а и я там были вы пришли полина пришла ну и пофигу зато она пришла в замечательном таком платье черном с таким белым воротничком то есть у меня фильм почему-то вспомнился вы помните небесные ласточки что ли вот так вот что я хочу спросить ведь там говорили вот были там блогеры с россии до меня зачем туда вытащили да то есть мы потом но интересно открылся youtube открылся google нас толком ни одного видео вот этого частника блогера нету хотя вот она камера это фотоаппарат стоимостью 500 долларов вот а это микрофон стоимостью 200 долларов это вот весь комплект который нужно для того чтобы делать видео да почему у нас видео в формате вот вы как телевизионщица в скобках как вы заявляете опять же цитирую по многим отзывам большая там ну да 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 то есть вы мне объясните что нету программ то у нас интересных еще раз бы это стоит вот на телевидении в интернете наверное вот мы еще это не осознает том что у меня вот есть друг да я на мой взгляд это самый лучший телеведущий который сейчас вынужден работать на радио мы можем назвать владлинов да и он мне всегда говорит ну давай давай делать давай да он очень хорошо в кадре смотрится я там журналист да вот и каждый день что-то происходит сегодня ночью я буду дежурить с патрульной полиции по городу вы все да позавчера мы там ездили со скорой да видели в этих лаварь и страны и стойте вы где-то работаете сейчас делают я я нигде как реван я буду дать его сверчат в данный момент один 20 программ для телеканала нтк очень интересные программы называется эксклюзив берем какую-то интересную тему и такой вот спецред на 20 еще с канал платят ну бога за вашего да ну так так и есть да ну то есть всегда я и я иногда переживаю думаю вот нужно куда-то мне страшно где я раньше думал как мне сказать что я нигде перебрю я везде ну кто со мной подписывал договор этом работаю мне так удобнее не тяжело ходить на работу с 9 до 9 и вот эта редакционная политика когда это нельзя это не этот шаг право шаг левым мне уже это я не могу перешли уже до неренца тем более я смогу бы ком какие у нас сейчас редактора допустим я училась там у меня редактор там барейка блога бац и дворкин мельцер ну и те сейчас мальчики девочки которые сидят это не редактора и почему сейчас у нас не смог все никто не смотрит телевизор да потому что вот это его вот пласта вот этих редакторов этот мозг канал его нет там сидят и ну мальчики и девочки что никто не знает об этом уже все говорят последних десять лет но что масонский заговор какой-то что ли я не понимаю я все это анализирую там же бабло бешено и понимаете никто не хочет за 100 тысяч тенге сидеть девяти утра до девяти утра какие деньги на телевидении люди многими нормально зарабатывают вот например ты никогда немного нельзя работала и при журналистом и работала редактором да причем я пришла в на телеканал спасибо нужно анжела вне мухаммеджанова не позвала редактором новостей для меня это был такой полтора года я делал то что я хотела вы получали в долг я получала не помню в долларах 200 тысяч тенге и журналисты получали гораздо больше еще тысу при том что я пришла доля была 36 да я ее в июле сделал вернее доля было 9 я ее в июле сделала 36 я не хвастаюсь но я просто не не мешали и журналисты моя команда мы делали то что мы хотели мы выпускали стриптизеров там на третьей минуте до новостей смешно это не смешно в смысле это прикольно потому что нас вельсер всегда мне нас учил что нужно выдумывать велосипед что интересует людей секс еда здоровье деньги все у нас вот смотрите это же нонсенс вы можете привести мне топ-10 интересных статей про секс хрен с ним в наших там заредактированных вот не очень хорошими девочками мальчиками изданиях да но у нас в интернете про секс интересного ничего не пишут что я тоже пиши один раз я взяла просто выложила красивых мужчин испанских они на показе рекламировали сумочки в голом виде это такая эстетика боже это я просто выложил меня заблокировали я полдня доказывал в фейсбуке ведь какая-то нашлась кто все смотрели все начали меня начали обвинять что я озабоченная что это же красиво почему мы на голые попы женщин смотрим а красивые мужские тела пусть они испанские если вы выложите голые попы я думаю вас тоже заблокит вот поэтому мы не пишем у нас же типа сексом никто не занимается у нас все такие вот цветы это это где-то там гей европа а у нас нет у нас смотрите интересно как сексом у нас не занимаются практически воруют у нас а классические понимаете только собственно вот эти злые какие-то виртуальные чиновники хотя на самом деле до этого этого чиновника можно же легко вот и любой здравомыслящий человек он заходит на сайт госзакупок и тупо начинает его внимательно читать вот я сегодня пост написал в фейсбуке остановки по 10 миллионов тенге вот остановки в астане остановки еще раз губ по 10 миллионов тенге видите по старому курсу а стопудово их заказывали мнение там получается где-то под ну и я не знаю ну по старому курсу тысяч 50 долларов получается понимаете много прям денег то есть за 50 или там за 60 тысяч долларов у нас хотят построить 30 остановок ну вот а легко же легко же заказать в проектных организациях устроительных да просто там размеры указаны в статье указаны размеры статье просто вот а сметить эти остановки ну и все и просто выложить да вот эти сметы в открытый доступ чего вы не боретесь ну условно ну это ну это реально по моему тоже перебор да там остановка за 50 но она с подогревом она с подогревом антивандальная а у нас же тоже вот эти сколько не там 14 миллионов потратили на ландшафтные скульптуры писали что вы сильны ну вот потому что за ними нужно ухаживать зачем ухаживать если это мох искусственный его зачем поливать потрогала они сначала правда с говорили на за ними надо поливать я под перелезла потрогал это не лазили труда я как ландшафт не писали об этом конечно написала я везде об этом даю интервью молчат и я знаю что этот мог да он стоит в среднем там квадратный метр 3000 тенге какие 14 миллионов ну потому что вот такие мы люди мы где-то какой-то вот где-то там плохо все такие плохие а мы такие вот хорошие не знаю я тоже вот удивляюсь не хочу наши журналисты вот что наши медиа да вот условно гая не пестрят вот этими журналистскими расследованиями там что убьют кого-то если вот реально ну пойти вот вот за остановки никого не убьют за 5 не тоже вчера странно они сидят вчера смотрю на ребят на в здании на площадь республики 13 я туда подъезжаю утром прорвало фонтан под под ноги журналистов вот под ноги это такая картинка шикарный ящик не вышла не а я торопилась не сфотографировала его там пытались законсервировать вся эта вода хлынула на такой маленький козелогаж да и на площадь все вот так воде сидят журналисты что-то новостей нет его но ребят у вас это они не в окно не сидят смотрят фейсбук ищут темы потому что лень ножками пройти да мы работа начинали работать у нас не было ни интернета на сотовых телефонов не было я еще за статую к пейджеры начинались где мы брали новости мы приходили и сидели покупали кучу газет мы сидели в этих газетах выискивали где-то там вот тему да мы ступо садились у каждого была своя грядка одна обзванивала всех участковых города я обзванивала все культурные заведения города обзванивала там все пресс-службы что у вас что у вас так мы искали новости мы находили уникально интересно нас не было чтобы все каналы делали одну и ту же новое вы можете я вот тоже еще одну тему для журналистов давно вот себе как создать нашел вот ее услышать перечислите пожалуйста фамилию шиманская продвинутая я потому что недавно делала школы где учили пока целых два давайте дальше сейчас мы про работу пресс-служб про работу пресс-служб мы понимаете сейчас это с минобороны очень хорошо работал ну это вот тасмагометов он он давно известен да нам всем он был акимом алматы он как сказать все его помню сейчас он стал акимом астаны потом был и стал министром обороны все супер массимова знаем тасмагометова знаем вот вы еще назвали еще одну фамилию султанов супер их 14 штук еще раз говорю а пойдем сейчас пойдем а мама мамы беков так этот министр сельского меня спрашивали не знаю это нет я царин джипа министр культуры которые его все подкалывают пожалуй все нет ну конечно здесь так прочитаю вспомним да они не не пойдем возьмем камеру сейчас станем у граждан спрашивать это к вопросам это будет не блять это к вопросам работы наших пресс-служб вообще всех министерств а ведь интересный сюжет ребята журналисты почему вы не выйдете не сделайте опрос молодец молодец а потом еще когда сделаете этот опрос а зайдите на сайт госзакупок и посмотрите сколько министерства ежегодно тратит бабла на работу с общественностью понимаете вот интересная же тема вот или сколько тратят на внешний пиар она нас как не знали так вот я делала сама взяла сама вышел опрос в в этом амстердаме да там есть площади со всего мира люди с голландии голландии и просто стала всех подходить и спрашивать это было год назад дело как раз такой сама для себя посмотрела сколько тратится на внешний пиар это кстати вообще закрытая информация трудно и найти сколько ну тратят же деньги ездят на конференции где делают каких-то вот я делаю интервью с варламовым да то есть очень такой неоднозначный там этот товарищ да то есть но он говорит меня несколько раз звали пиарить астану и у нас большие деньги ходят там по россии вот среди российских селебритис то есть их постоянно зовут пиарить астану то есть это правда да то я не хочу за что за тайна такая пускай публикует ничего за тайна вообще но потому что результата нет я спросила никто не знает не но нормально же последние вот не в барад вот мне они оборота да если все гена головкин который выбираю казахстану и илья линда то есть надо вот эти два человека да они все эти бюджеты грубо чем никто в них не вкладывал да так точно они сами мои кудуки там это мордобоем слава богу что тогда был бесплатный спорт они его застали да вряд ли сейчас какой-то мальчик гена дали оскар из майку дука может себе позволить стать ну вот таким тоже у нас полина остросоциально потому что вообще тема спорт это для меня просто она не нужно ну скажи не больно смотреть чем у него на смотреть что в спорте да вот я сама профессиональный спортсмертный кандидат мастера спорта по подводному плаванию а еще член национальной сборной по керлингу да сейчас вот все вы потому что я мечтаю попасть на олимпиаду вы кидаете или сошла а там все меняются там вся команда меняет и команда видит я думаю я хотя бы так на олимпиаду попаду там же нет возрастных ограничений я ничего я просто я очень мечтаю попасть на олимпиаду по сайте очень интересный вид спорта смесь боулинга шахматы и это еще какая-то извечная наверное все таки тяга женщины безумно любим это ну я не знаю мыть полы да у вас мужчина все такое интересно я узнал одного человека который в 30 лет говорю что женщины оргазм они не испытывают игру как не испытывают из чего ну вы же детей рожать и вам это доставлять удовольствие то есть человек в городе в алмате прожил им 30 лет он вот так что оргазм не испытывается только мужчинам свойственно не ну тут я думаю наверное он как-то заблуждался я народах я попал случайно народы своей первой дочери я уже не знаю какой вы там блин оргазм испытываете но это жесть да то есть вообще полная тоже интересно получилось ладно уж раз такая у нас беседа пошла у меня жена лежала в отдельной палате и вот когда уже перед самыми родами начинаются схватки то есть она ну там такое чувство что она умирать начала вот и все что я мог сделать я вот взял ее за руку и тупо сидел там молился да и нас так и увезли в эту палату понимаете так мы это так ну классно у меня дочка вот эта старшая не знаю как ее судьба сложится скажите же что это вот некоторые мужчины я никогда я после этого скажите-ка это еще больше любви добавляет ну вот это вот это видишь я не знаю что это добавляет ну вот но понимаете если вот давайте о мужчинах и женщинах поговорим нормально то есть я 19 лет там живу браке да то есть и вот эти совместные переживания да вот серьезные да когда ты много денег теряешь когда ты вот рожаешь вместе детей да когда ты на испытания брак же это вот много очень тебя постоянно проверяют вот эти вот какие-то странные ситуации жизненные да то есть и вот когда ты много 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 ты проходишь вот потом наступает оргазм до такой множественный так сказал от когда ты оглядываешься назад утре глядывайся назад и господи сколько же мы с этим человеком да то есть там прошли вместе то есть но это надо дожить вот вот эти то есть он не сразу наступает вот у этого парня может что он не верит в это да во все то есть ну вот и о чем вы поймете тоже надо пожить то есть как помните чтобы за генерала выйти надо по гарнизонам покорячиться то есть и всегда молодым девочкам говорю которые вот сразу хотят за богатого умного красивого а почему-то такие братья да они быстро распадают интересные ну там а когда ты с этим человеком прошел вот он тебе приходил на свидание там в единственных рваных штанах брюках и каким он стал потом и ты вместе с ним это проходишь это конечно это это не семья я вообще вот очень редко до снимала такие семьи как бриллиантова золотая свадьба мне было интересно как они все это прошли тоже не каждому дано тут очень мало людей вот так могут всю жизнь с одним человеком вот я для себя вывод сделала что чаще всего это такие вот простые люди да вот из северской местности или там как бы с рабочих окраин которые но особо не заморачиваешь мне кажется вот горе от ума мы там начинаем что-то какие-то когда ты счастлив просто вот внуки пусть будет покушать что нет ну там знаете я вот когда про горе от ума я могу так прокомментировать что если человеку уже дано вот то все я вот недавно был я на выходные знаете часто езжу там на дикую природу да я вот там встретил этого лесника на кордоне да но намоленный натурально понимаете он он светится вот видите даже музыка заиграла это знак до лесник он 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 светлый от него ты заряжаешь у него глаза понимать вот платон каратаев я их каждые выходные вижу вот вы есть и городские жители до которым уже ну вот они уже все вот это узнали да то есть еще теперь с этим тоже делать непонятно сейчас вот еще кстати в обществе я не знаю думали об этом очень много всевозможных ориентиров вот той же молодежи да вот посмотри там сколько всего по наворочено на кого равняться вот ерлан карин да он мне прям в интервью сказал но ты знаешь я с молодежью встречался у них спросил вы кем хотите стать депутатами они хотят стать акимами ну вот а кто-то хочет он наоборот встречая вот в школе да где политики наши из матовского здесь недалеко да ни один парень там с мальчишки они сказал что он хочет депутата политика знаете это такая вещь от которой надо держаться подальше вот они в основном так говорили и они хотят у них прям амбициозно один хочет лекарства спида а другой хочет там соцсеть свою по аналогу там фейсбука только чтобы она казахстанская каждых какие-то вот вы где-нибудь читали последние вот там не знаю пять лет интересную статью вот о внутренности политики вы понимаете нам нам только говорят что вот да вот мы же комментируем только конкретные уже политические факторы да а вот препарировать вот эту суть политики вы где-нибудь вообще об этом мы вообще где-нибудь видели у кто-нибудь заходил в семью там не знаю к сам же марта такая валищу кого-то мы же не знаем этих людей вот они для нас вот люди там в костюмах чем они живут у них же то не что же люди они что же интересные у них есть семьи них есть свои какие-то видения потому что когда я начинала работать было интересно мы могли заходить вот когда еще здесь была столица не говорили здесь ними министр энергетики тогда это был виктор карпунов выбрали камеру заходили в его кабинет были такие случаи ему то есть к министру было абсолютно можно было подойти с ним поговорить обо всем хорошо помню случай когда у нас здесь меня отправили в субботу на заседание которое закончилось поздно сказали мне редакторского тумку бей ну бейся на плене перевези материал то было здание кемата я прибегаю все выходят мы стоим с камерой что что тут было и выходит владимир школьника я в сердцах и я говорю да вы чиновники или люди и он мне говорит что вы кричите что вы хотели он не дал интервью были такие времена сейчас вот как-то не а подождите сейчас какой-то министр мы видим постоянные вот эти новостные сюжеты да когда журналистская бригада бежит за министром да а он от них сваливает в смысле идите с ними разговаривайте слушайте но меня не пустят но вас-то пустят шиманской чешики министром если вам интересно вас не хотят они их просто где-то потом покажут я не верю что это спонсировать понимаете есть редакционная политика даже если ты там побежишь догонишь не факт что я узнать у министра чего он за человек вот это нельзя показывать по нтк что он шахматы любит играть вот что он любит блин твою девизию детей своих пресс-службу попросила через друга да вот нашего но акима новым боевиков давайте сделаем с ним вот там не хорошо не я там несколько блогеров он же молодой он же там мой родственник он же живет давайте просто о нем расскажем как о человеке мне очень понравилось когда ты приехал он там школе первый его был выход он попросил детей из солнца убрать на тени подумал неужели что-то новое и как давайте с ним сделаем это я попросила в августе меня вы видели я селфи сделался кима меня в сетях а там реально анафеме блин придают слушайте я на минуточку вы кстати как это было я вам объясню пожалуйста в инстаграме акимата алматы мне я в ленте натыкаешь постоянно мне знакомые мои люди которых я не первый год читаю они пишут что они какую-то фигню туда запустили какую-то ну там несправедливость да им через два дня ответили да я я не понял что это за тема да потом я докопался что это в инстаграме акимата алматы я думаю нифига себе я туда подписался думаю что за фигня ну чё правда что ли да ну так не может же быть что ты кучу мусора сфотографировал а через день тебе присылают фоточку что она исчезла они на самом деле это на протяжении уже вот этих полутора месяцев они реально там отжимаются я представляю как это не просто да то есть но я не знаю популистка это мир она мне интересна сейчас да вот это факт идите в акимат алматы там отвечают фактически на любую заявку 90 процентов заявок рассмотрит ну вот я думаю что за фигня тут в этом акимате в этом аккаунте проходит инфа про субботник я думаю дай схожу вот как вы говорите понимаете я что-то прикинул что там и будет таким вот не сложно же там догадаться понимаете вот идет действительно аким идет аким как у слова я подошел нет очень просто ему сказал ассалам господин аким он сказал воля кума салам можно с вами сфотографироваться я на субботнике вот тут поработал можно сфотографироваться он ведь можно я с ним сфотографировался еще с ним сфотографировался человек 40 желающих там студентов было принять к вопросу что сакимом фотографироваться нельзя ну вот и все просто видимо потом побежал какой-то журналист 41 уже ему отказали и они выдали что сакимом нельзя фотографироваться да на самом деле вот мне нравится позиции или баева да то есть по вообще вот он как людям относится он ее очень часто декларирует поэтому мне запомнилось что пока человек не доказал обратное с ним мы поддерживаем хорошие отношения чусь и докопались а он работает почему он интервью не хочет давать я думаю но у нее даже там сколько три месяца не прошло чего вам расскажет понимаете он может о себе хорошо рассказать давно мне хотелось именно о нем ну не о том что он сделал согласен ну короче это вот туда вот это не ко мне вопросы да то есть но пока ничего плохого не делали кому ругаем понимаете мы же тоже вот мы не я я согласен тут вот вот эта проблема она мне кажется очень важное что с одной стороны власть сама создала такую ситуацию понимаете когда три года назад у нас самый популярный хэштег в твиттере был аким же и снег понимаете и на это же никто он до сих пор так и не среагировал понимаете всем пофигу это было да то есть естественно что народ озверел да и естественно что сегодняшняя там власть города который хочет пожимать какие-то ну поменять немного вот этот флер да условно говоря она натыкается но вот эти вот когти выставлены ну правильно ну извините нас так собственно не мы же так сделали да то есть вот про министров я вам все про проиллюстрировал вот этим вопросом да откуда мы знаем то есть как они с нами разговаривают так мы к ним относимся понимаете то есть но пускай это что-нибудь на беда курит плохого будем тогда ругать пока не на беда курил ругать пока через полтора месяца точно нечего понимаете хвалить тоже мы да не привык а кто хвалил я тупо сфотографировался я чё писал блин хочу ребенка от таким а что ли они понимают что меня там ну я еще немножко спровоцировал до чего добился ты я написал но это опять же интернет мем да то есть нужно и там в конце вообще-то смайлик стоял на то есть вот как вы же меня там тоже тройнули а я сегодня проплывал в бассейне но без акима я думаю блин как я тебя люблю шаманская молодец пятерка вот нет на самом деле я потом подержал тоже ну и что он сделал под а кто вам мешает делать вот да то есть прикольно же то есть я потому что ну мне кажется вот к троллингу да надо относиться ну вот я всех обижает ну наверное лучше тут позиции на не обращать на поле меня мочат уже там я не знаю какой звук дали всегда есть нет а кто не вот мне интересно вот эти тролли тролли вот как они в жизни выглядят они когда-нибудь подходили вот к вам я вообще боюсь говорить давай будем поговорить я война нет чушь конечно то есть я вообще боюсь вот этих встреч с этими поклонниками да там твоего таланта слова который два метра роста нет я боюсь в каком контексте я вот сейчас никогда не рассказывал не писал то есть я вот в астане подходит ко мне женщина миловидная и интересная здравствуйте вячеслав вот вы так успешно работаете в соцсетях не могли бы вы меня научить вот как писать там как работать я вну давайте и а я лекции там в астане раз читал она говорит дело в том что я светлый маг вот и тут понимаете вот я плавно начинаю сползать по этому креслу потому что ну я очень у меня твердое и внятное отношение к религии да то есть с одной стороны но с другой стороны я достаточно светский да чтобы не начать ее там крестить и к чур меня чур да но с другой стороны я же понимаю ну вот мы полина вот я вот сейчас мы сейчас общаемся и говорю полина здравствуйте на я светлый маг не могли бы вы передать мне часть вашей журналисткой этой праны да то есть ну блин ну что он что в таких статус ничего не делать ягу милая женщина я и сказал конкретно в лоб поскольку я нахожусь на официальных канонических религиозных воззрениях да то есть я вас интернету учить не буду потому что в священном писании который судя по всему вы игнорируете и не читали написано трибуны свои кому попало не давайте вот а когда я начал эти программы делать по чесноку вы не представляете сколько ко мне стучалось на это интервью нлпшников всевозможных там вот этих учителей гуру вот этих духовных тибетских там я не знаю лам блин шаманов то есть они регулярно раз в месяц он ко мне на на просится на чеснок а я не хочу входить в этот религиозный диспут да то есть потому что вот мы от сулименом и жаном делом и слава ты почему проповедуешь я буду человек проповеду я говорю что я верую в господа нашего иисуса христа в чем проповедь то я просто сказал в смысле свою жизненную концепцию из нее скелет моей личности состоит не какая-то не интимная вещь понимаете вот если ты мне говоришь что я агностик вот ведь как мы плавно перешли да и вообще такое интервью и секс и бог и сейчас мы не сдавай в конце про котика вот все-таки про котиков на водитель и животных не люблю я котиков вот на минуточку час понимаете как как в копеечку вот просто вот-вот не готовим обычно не верили да то есть я готовил нет вот зря да не поможешь вот опытные журналисты вот вы внутри были вот этот час мне всегда предъявляют что слова блин ну час нереально невозможно смотреть но решки вы на 30 минут но вот вы в интервью были ну что вот вы я бы порезала некоторые с собой потому что все равно людям наверное тяжело я не знаю ну все пишут регулярно вот общий тренд такой ну вот это это первый чесноков которые досмотрел до конца причем пишут так последние три года то есть все время этот чеснок который ну ну слушайте ну я не хочу говорить шиманской 15 минут мне мало мне недостаточно если честно мне вот этого часа не хватило она вот живой человек от нее интересно ну она меня заводит да то есть это важно чтобы тебя человек заводил на интервью это очень важно не каждый у нас она только обоюдно получилось я что же журналист ну и фиг с ним ну и что мы узнали вот сегодня о славе ну и что почему кстати слава это потому что со словой слава нет вячеслав это папа с мамой так назвали шиманская нету такого тайного смысла вы же не пишете вячеслав там мир слава везде ну я на самом деле не заморачиваюсь почему бы что допустим фамилия неруш она не склоняется но постоянно пишут то вячеслава неруша вячеславу нерушу нерушов там я не знаю там что угодно хотя украинская это это украинская фамилия чистой воды я по папе чистый украине с вообще вот это вот я думаю это вот тоже самое там дима билан дима маликов нет или это все дани вы имеете нет но почему слава это же такой как где по детски нет это просто удобно вот вот вы поймете какие у них блин в башке вот у этих зрителей да там прости господи там чего у них творится я ни разу об этом не думал полина я честно скажу вот оно как-то так почему слава он такой большой вроде бы же там числа как-то молода седуем это вот 800 ивентов организованных вот половина рожи это нашествие да там и так далее вот это не почему праздники мы празднуем а люди которые организовывают меня но я пытался найти сравнительно приличные способы для заработка денег это вот как раз таки один из этого один из этих способов то есть он такой он не нужно жить придурной жизнью не нужно там улыбаться когда не нужно улыбаться он относительно честный способ заработка денег именно поэтому я им занимаюсь уже 15 лет делаю ивенты то есть я этим вот это один из моих честных способов зарабатывания денег ну как-то их надо зарабатывать я мальчик мне нельзя быть творческим да то есть мне надо тупо зарабатывать деньги то есть хочу я не хочу депрессия у меня творческие фибры жанры мне надо зарабатывать деньги потому что не кошки там а семья ну ладно шиманская чем могу сказать порадовала вот никакая она вот я не знаю что она мне рассказывает нет я цитирую то не ну врут они не верьте вот спасибо то что побыли у меня сегодня в нашем странном вот этом интервью вот прибудет с вами сила аминь